По железным дорогам Германии побежали первые в мире пассажирские поезда на водородном топливе, сообщает НТД. Они соединили города Нижнесаксонии. Пока курсирует только два таких состава, они ходят по неэлектрифицированным веткам. Водородные топливные элементы производят электричество посредством химической реакции, при этом излишки энергии накапливаются в батареях и используются по мере надобности. Также можно пополнить запасы топлива на станциях. Поезд на водороде без дозаправки может преодолеть расстояние почти в тысячу километров. Максимальная скорость локомотива – 140 км в час. С такой же быстротой ходят и дизельные поезда. По мнению экспертов, лучше всего было бы провести электричество вдоль всей железной дороги, но поезда на водороде – тоже хороший выход. Тем более, учитывая, что на линиях с электричеством от солнечных панелей и ветрогенераторов бывают перебои. Строительство поездов на водородном топливе обходится дорого, но, по словам специалистов, расходы окупятся. Такой поезд может работать 30 лет. В следующие три года железнодорожный парк Нижнесаксонии пополнится еще 14 поездами на водородном топливе. Их общая стоимость превысит 80 млн евро.